Уважаемые псковичи! Превышен на 70% уже достаточно, но мы еще тогда предполагали, что при выделении земельного участка в самом центре города, около существующего торгового центра, не могло быть произведено законно. По моим заявлениям прокуратуру города Пскова и прокуратуру Псковской области были проведены детальные разбирательства. И сейчас я могу рассказать вам о том, что было установлено. К этому участку о Викинге, которая располагалась в торговом центре за нашей спиной, включая знаменитый ресторан Шайба, присматривалась с начала 2000-х годов. Различные кусочки этого земельного участка брались в аренду, пока в 2006 году не была произведена передача этого земельного участка, большого земельного участка в аренду для строительства нового торгового центра. Уже тогда это решение было незаконным, потому что с декабря 2005 года в Псковской области действовал закон о том, что на те земельные участки права собственности, на которые не разграничена администрация города Пскова и городская дума, утратили право распоряжения. Этими участками могла распоряжаться только администрация Псковской области. Как только участок был передан в аренду, то арендатор подал заявление на приобретение участка в частную собственность. И в 2007 году эта сделка состоялась. Участок был продан о Викинге абсолютно незаконно администрацией города Пскова. Зная, что произведена незаконная сделка, собственники Викинга решили запутать следы. Они разбили этот участок на три разных, присвоили им три разных кадастровых номера. Затем продали 85% этой территории частному лицу, который проживает в городе Москве. И после регистрации прав собственности слили участок воедино, образовав участок уже с пятым кадастровым номером. Прокуратура тогда обратила внимание на эти манипуляции. Прокуратура области и, как выяснилось, в 2009 году подавала заявление в арбитражный суд о признании распоряжения мэра города Пскова Михаила Хорнина, которое было принято 26 января 2007 года, распоряжение номер 14, о признании его незаконным о продаже этого земельного участка. И 17 сентября 2009 года арбитражный суд в Косковской области признал это распоряжение незаконным. Но тогда не была оспорена сама сделка, сам договор о том, что этот участок переходит из муниципальной собственности в собственность частных лиц. Отсутствие оспаривания этой сделки выглядит очень странным. Тогда же возбуждалось уголовное дело по злоупотреблениям в отношении чиновников администрации города Пскова. Тянулось очень долго. В 2010 году было закрыто за отсутствие состава преступления. После скандала, который случился с попыткой уничтожения этого сквера и моих заявлений в обе прокуратуры, решением прокуратуры было отменено постановление Следственного комитета о закрытии этого уголовного дела за отсутствие состава преступления. И было определено, что в соответствии с имеющейся практикой арбитражных судов, для решения проблемы возврата этого участка законному владельцу, то есть в данной ситуации государству, нужно подать индикативный иск. Этот иск уже был подан в городе Пскове в минувшем году против ООО Леонардо Керамища, которая таким же мошенническим способом получила земельный участок на четырех углах. И Псковский областной арбитражный суд, и 14-й апелляционный арбитражный суд Череповце подтвердили, что данный земельный участок был получен коммерческой организацией незаконной, вернули его в собственность Псковской области. Сейчас решающий момент. Эта условная шайба находится на поле Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям, КУГИ, который имеет право заявить сейчас этот иск, истребовать земельный участок из незаконного владения, прекратить эти уже практически 10 лет длящиеся мошеннические манипуляции с этой землей, придать уже после этого этому участку статус сквера и его благоустроить. Я хочу обратиться к чиновникам администрации Псковской области, от которых зависит сейчас это решение. Возмущение людей позволило силовым структурам прокуратуры вернуться к рассмотрению вопроса об этой сделке. Вспомнили про решение арбитражного суда, пусть не с первого раза, а со второго. Вспомнили о том, что незаконно было закрыто уголовное дело, и возбудили его второй раз только главный фигурант этого уголовного дела, одновременно с его вторичным возбуждением, неожиданно скончался. Сейчас есть возможность вернуть эту землю людям. От вас зависит, подойдите ли вы совершенно законный, обоснованный искренный педражный суд, и вернете эту землю собственно из государства, после чего уже можно будет решать, как ее благоустроить. Существует проект создания на этой территории огромного двухэтажного торгового центра, который закроет полностью ресторан «Шайго» с его уникальной формой. Его проектировал сын знаменитого купольника, режиссера-образцова, скульптор, архитектор образцов, и протянется буквально до улицы Яна Фабритуса. Здесь собирались делать какие-то бутики уникальных компаний, перечень которых неизвестен. Один крупный псковский инвестор стоит за посреднической фирмой ООО «Логан», которая в 2013 году получила эту землю в октябре в аренду до 2017 года и фактически является прокладкой организации, которая должна принять в себя деньги инвестора и осуществить здесь строительство, не будучи собственником, просто выполняя функцию состройщика. Потом собственник решит, кому отдать это здание, каким образом им распорядиться. Мы не согласны с этим сценарием развития событий. Мы не считаем, что на месте скверов в Пскове должны строиться новые торговые центры, когда их уже на две трети больше, чем нужно жителям города. Есть шансы, что если общественное возмущение не спадет, если люди продолжат говорить об этом, продолжат настаивать на своих требованиях, то государство выполнит свой долг, подав заявление в суд, и вернет этот земельный участок фактически жителям города Пскова. Я очень надеюсь, что так и произойдет. Хочу сказать большое спасибо всем тем гражданам, которые в эти месяцы в очень непростой ситуации ставили свои подписи, имена, адреса на эти подписные листы, которые направлялись и в администрацию города, и в прокуратуру. Открыто заявляли свою позицию, прямо заявляли, что это наш город. Мы должны решать, что здесь должно стоять, что здесь законно и что незаконно. Закон сейчас на нашей стороне, но выполнить этот закон, привести его в действие, может этот комитет по управлению госуществом Псковской области. Господа, еще нам приход за вами. Партия граждан против партии власти. Партия граждан за власть народа. Псковское яблоко.